книга открытым оком вопрос 1587 тема литература знакомы ли вы с книгами священника анатолия гармаева что можете о них сказать отвечает игнатий тихонович лапкин в издательстве лучи софии вышли как будто семь его книжек сейчас предо мной пути и ошибки новоначальных 368 страниц 2002 года книга читается тяжело замысел автора если полностью верить написанному что как пишет он так и думает то он хочет помочь воцерковицы это слово воцерковицы у него нависает на всем что до этого и что последует после воцерковления но суть то в том что такого слова нет слове божием на странице 45 он пишет нашего церковления это вхождение в единодушие с людьми церкви более десятка страниц из книжки этой в раз не осилить а когда будешь читать следующие 10 страниц то эти первые уже стушевываются на повторах я неожиданно для себя вывел что автор в своем роде похож на горбачёва может говорить по четыре часа а после его потока ты не можешь собрать даже на стакан воды и говорит правильно вроде бы и приводит места писания что для меня особо дорого а в конце видишь что столько паутины столько махания руками что ты не знаешь куда же идти дочитав до страницы сотой понял что книга это непростая а сгусток разжижена в других местах тумана доказательство что если до мельчайших деталей разбирать каждый член тела в реанимации и научиться делать примочки от пяток до темечка по мертвецы и вдруг начнут мигать ресницами он не раз говорит что учил тому чего сам еще не пережил не понимает как не прискорбно но это же самое ему придется сказать еще и на смертном одре после этого потока книжек о рождении свыше у него просто слова призраки похоже очень на то что он не пережил второго рождения и у него не было встречи живой со христом священное писание цитирует часто вовсе не к месту но иногда говорит просто удивительные вещи как о длительном оглашение о поручителях стадии оглашения и после него о любви к евангелии исключительно тонко завуалирован на пропасть между живыми и мертвыми он разглаживает ее много говением и цитациями хотелось бы побыть с ним рядом побыть его общине побеседовать с его прихожанами ждем все остальные его книги и тогда смогу иметь более полное представление но учитывая что выше указанная книга не первая а уже отрифмованная предполагаю что в других книжках своих он не будет сильно противоречить уже изложенному веку если бы он жил здесь то я бы с удовольствием постарался подружиться с ним что-то в нем есть это не юрасовские сны не фейерверк козлова но живой проповеди нет гармаев загоняет людей без просветные отчитки и во церковление длиной несколько жизней он как будто не слышал о встрече со христом о мгновенном рождении свыше о новой счастливой радостной жизни во христе нужно идти от двери двери с живой проповедью о христе благая весть кто понесет ее уставшим и страдавшимся калеком земля иссокшая к тебе иду дождем из уст моих потоком льются реки господь послал я ученик христа с его ключом к домам квартирам душам и для меня особый путь настал дослушают имеющие уши звонок тревоги слышатся шаги нас через дверь разглядывает кто-то воскресший пастырь разломает замки а дальше все расписано по нотам приветствую с улыбкой и кивком газетный листик к истине крещения передаю принявшему потом хотя бы вкратце идет учение не все конечно распахнули двери кто осторожен не откроет нам для многих мы разбойники и звери квартиру во братья и в карман иная расторопная старушка прообраз суховея прошлых лет через глазок фиксирует на мушку целуя многократно партбилет не ради них ступени стирая выискиваю зерна и крупицы трубу к устам и направление краю по маршам лестничным взлетаю легкой птицы лжеправославное болото женский дух одеты в сра мужское одеяние молитвой про себя и даже вслух взываем крепости божественным писанием благая весь тревожные звонки крушение льда засев по целине вам проповедники готовятся венки что подтверждается писанием полно 12 мая 2003 год Игнатий лапки к Продолжение следует...